И всем привет, друзья, с вами Снока, Сидайя, Кофе Ромболис, и сегодня второй четвертьфинал чемпионата по поинт-версии Сонбис 2. Сегодня сородилась команда Огненная Черта Полоха, а также команда Первого Дарха Срыва. Желаю удачи, команда, новости, ставьте лайк, аванс, подписывайтесь, нажмите колокольчик, но мы начинаем. Итак, мы начинаем уровень команды Огненный Черта Полох и уровень сражения зомби, но пока что всё время от лисов и лучших гаунгах. Лисы у них, и близкие несколько. Именно горохострелы можете иметь сильнее больше урона, чем обычный горох, все охоты больше, чем дорого стоит. Чуть подороже находится театр полох, который называется самоналодящийся черт полоха, неспоставка. Он это может отталить сзади себя, на пятой линии, вообще везде он может отталкивать. Ну а Арбуза Пульса наносит урон пару областей, а также массовой. Ну, как я говорю, они выигрывают. Следующая команда, это команда Пирога Рохострелы. Состояние состоит из дорогих растений, первого осадка будет атаковать, а почему, что он близко подошёл, гаунг хотел выигрывать на сцене, а также с некоторым шансом, как и сейчас, он использует УТУ и размотал всю команду. Ну а Импер на Огненным лихром будет сдувать врагов в самокометрах. Уровень с более прочными зомби, давайте посмотрим, как команда Огненного, чертополоха, справится с этим заданием. Здесь и главная атака, это на Огненного расстреля, но это не сильно, как в него. Ну, большая, конечно же, на Ороза Пульса. Ороза Пульса это самый сильный растений в Кирпе. Ну, чертополоха будет бить по плану, а Огненного расстрел, просто Огненный, который потерял. Давайте посмотрим, как они справятся с зомби. Вот уже зомби фараон потепескался и уже вышел из своего саркофага, но и он сгорел. Давайте посмотрим, как они справятся с кирпичи Героу, заловом и трезераптом ловом. Как помните, в прошлом, в четвертьфинале, обе команды справились в этом раунде, но зомби уже подошли прям плотной и начали взракивать, когда Назараскирил. Они уже его сожарали. Огненного будет пробитие по флангам. Уже потерял пол брони Кирпичеголового, принялись же от полох и его убили. Ороза Пульса нет шансов, но давайте посмотрим, может справиться на ней. Она уже снесла кирпичный шлем у Кирпичеголового, но и на его усили, они прорвались по флангу. Посмотрим, как с этим справится первый Гархострел. Напоминаю, что Гархострел, точнее, не Гархострел, потому что он не сникнет шансом, чтобы он не сникнет шансом успелить свою льду и сможет все их снести. Давайте посмотрим, что они сделали. И вот случилось это. Он использует тройки, а они уже убили двух брошневых зомбаков. Осталось я кирпичу заложить. Но я думаю, что они не стараются. С помощью оттанкивания Инферна, а также четырьмя дорожними не бегают. Давайте посмотрим, что они должны. Вот, они уже снесли ему кирпич и убили. Пиро Лоза вообще ничего не делала. Очень легкий уровень с Делиной Горблюлем, с которым справились, вот, и справляются все команды. Посмотрим. Возвращая команда тоже произведет, исключение, они тоже сольются. Но это маловероятно, потому что арбуз уже начал ломать, уже вторым арбузом сломал все, что получается, чтобы жарить. Мы сейчас жарили джоу. Давайте посмотрим. Вот уже почти половина вербуля умерла. Вот уже видно, где взад, где взад. Вот, уже еще один зомби, остается два зомби. Ну и, конечно, надо сказать, спасибо Горхострелу. Работу пульта, потому что в данном раунде чертополох не имеет смысла, кроме как в дополнительной заднике. Ну, а что с командой Пиро Горхострел? Давайте посмотрим, как они справятся. Может, у меня Горхострел снова использует в бонус свою способность, что он использует при удобрении, как будто? Давайте посмотрим. Вот они уже убивают зомбаков один за другим, его что-то уже затпили. Совсем немного, и зомби настанет кафе. Ну и все, зомби загорел. Переходим дальше. Уровень с импами. Давайте посмотрим, как с этим справится команда Огненная Джордж Палоха. Парик! Огненная Джордж Палохастрел. Парик! Совсем огромное время. Парик! Что же самое-то, как выяснил? Парик! Огненная Джордж. Момж-те-парик! После-парт, который был заданный голос? Посмотрим, как с этим раундом справится команда первого стрела. Давайте посмотрим. И вот снова за опасность в этом трехполом инде. Но вы скоро удивитесь, если пройдет это то, чего даже я не ожидал. Мы просто перепрыгнули все пунктов и температуры все, конечно говоря, поближе. Пока уже откатили назад, мы начали играть в пиралагу. Ее уже создавали, остается только нега-гротострел и инферно. И уже потерял он шлем свой, и вот его сожгли. Остается пиратский имп с поваркой, а также пушка снега, которая, если им не пойдет, то она может взорваться, как это произошло в прошлом четверть финала. Которую вы можете посмотреть, как остались эти баллы. Давайте посмотрим, справятся ли они с пушкой, или нет. И да, они справились. Вы, наверное, удивлены, почему я дал команде пирогарах стрела не плюс три вала, а плюс два. Я даю им довольно, я им даю баллы за каждое выжившее растение. Если зоня пройдет грязные накосилки, но все растения живут, то они все равно получат ноль баллов. Ну, пока я говорю, уже роботизированный раунд. Давайте посмотрим, как с этим справится романда Огненного черта баллов. Они изо всех сил пытаются сломать этот щит с вашей протектора. Конечно, они его сломали, но главная проблема – это на диском зонде. Я думаю, что они все-таки успеют их победить, так как их прикрывает все-таки щит. А черта баллов, как ни пытается, все равно врезается в щит. И вот, они уже приближаются, так что у этой команды уже нет шансов. Давайте посмотрим, как с этим справится команда пирогарах стрела. Их главная задача успеть убить диско-зомби, чтобы он не успел заспаливать зомби. Если он успел, а надо его уничтожить во остальной диско-зомби умереть. Давайте посмотрим, как с этим справится делать фильм. И так, мы видим, что команда не справляется. Это, похоже, первая потеря на рейтинге, но это команда. Раунд со станом. Давайте посмотрим. Может быть, снова эта команда проиграет, а может, на этот раз она в наш спирт на 9 канал игры? Давайте посмотрим. Я и зомби пошел по центру, но он не стал помехой. Его выстрелы сожгли, уже потеряли огненных горах стрела и начали кидать арбузы и шипы. Уже у бинга-мага остается опто-зомби и ледяной охоты. Давайте посмотрим. Уже осьминог вкинул второго, остается арбузопульта. Как вы думаете, сможет ли она одна победить всех этих зон? Осьминог хотел убить ее, но она все-таки справилась и принималась за охотника. Но охотника нет шансов, поэтому... Арбузопульта сохраняет 3 балла в этом раунде. Как справиться с этим испытанием команда первых грохозрел? Сейчас посмотрим. И эта команда быстро остановится. По моему мнению, это самая сильная команда на данный момент. испытания зомби куроводов давайте посмотрим будут ли шансы наверное будут начали убивать курица курица я думаю что они выиграют но нет же одна и уже вторая курица все-таки прорвались ну а как же с этим справиться пирог горохозрева может быть они уничтожить провода до того вероятно вы сбежали это поражение раунд с пианистами ковбогами давайте посмотрим как с этим справиться команда огненного чертополоха чертополох начал атаковать другого зомби я его убил и корюшка полетела никуда зомби начали танцевать а арбуза пульта начал их убивать в ритм это я сказал а зомби убежали терял и не все таки случилось непредвиденное арбуза пульта уничтожила пианиста но все-таки чертополох смог помочь им победить ну а что нам покажет команда пира горохозрева давайте посмотрим вот уже выбежал пианист давайте узнаем может быть они все-таки успеют уничтожить пианиста до того как он отпустит зомби и все-таки нет это поражение этой команды давайте посмотрим конец битвы огненный чертополох против отражающей команды главная тут проблема это шут ведь если его не убить то он сам их убьет их же снарядами ну что он отражает все снаряды данной команды давайте посмотрим но возможно они смогут победить благодаря тому зомби который идет рядом и арбуза пульта уже убила зомби копа дамочка торгает арбузы ну давайте посмотрим и да они воду убили не остается только шут но зомби убили поэтому сейчас отродить и атаки посмотрим как с этой команды справится команда с ускоряющимися зомби это зомби скай и зомби из-за корп. Давайте посмотрим, нравится ли эта команда. В огненный грохотрёп попалил в газету, поэтому она сама тоже будет немножко от самой уничтожаться. Но главная проблема – это из-за корпа. Он собрался слишком быстро к грохсилям и бросил на звук прямо в огненный грохотрёп. Это уже минус один балл. Может его убить и рву за пульта, и нет, не смогла. А хотя нет, вот убила, но остается вот этот зомби из газеты. Ну и у них нет шансов, я так думаю. Ну, хоть посмотрим. Посмотрим, как с этим справится команда Пера Грохострела. И вот зомби уже вышли. Инферно сейчас запустит свой первый вихрь. Давайте посмотрим, может она кого-то убил. Она убила зомби из-за корпа. И он уже потерял свой ноутбук, даже не бросил его. Даже не получилось скорее. Это да. Давайте посмотрим, что вы видали. И вот она уже убила, не убили уже всех зомби. Вот красава. Посмотрим, есть ли у огненного черсполоха такой же козырь, как у мага из этого раунда, они смогут все-таки победить. Давайте посмотрим. Ну вот они уже уничтожили помощника фокусника, фокусника и самого фокусника. Ну а как с этим справится команда Пера Грохострела? Давайте посмотрим. Как бы так же они быстро справятся? Или же все-таки помедленнее? Хотя, ой, обманул. Вот они уже уничтожили одного и вот сейчас фокусника у них. Ну а вон там квартиру. Вот дебил. Римский раунд. Давайте посмотрим, как команда Огненного чертополоха справится с этой командой. Я думаю, я вот вас уже выбрал называть каждый раз название команды, но... Да, я вот буду называть. Давайте посмотрим, как они справятся. Вот уже уничтожили вчера вот этого мага и из-за этого, из-за того, что стоит посох, Медуза Горгона решила оставить своего каменного статую и пойти дальше. Посох сломали, а статуя осталась. Медуза Горгона уничтожена, ну а вот этот каменный мечелик сам уничтожился. Ну а как же с этим раундом справится команда Пера Грохострела? Давайте посмотрим. Вот уже вышел колдун, который будет хилить, если его не убить. Ну и не убить его босса. Давайте посмотрим, как с этим он справится. Его он быстро сгорел, но и посох не оставил. Но Медуза Горгона продолжает идти и ее пытаясь сожечь, попутно убивая вот этого каменного челика с бетоном на башке. Он уже ожил, но он сейчас вскоре сам сгорит. Пока что будет дополнительным щитом для Медузы Горгона. Давайте посмотрим. Вот Медуза Горгона уже сгорела и остается только-только тот самый челик. И он тоже сгорел. Уровень с тортиком. Давайте посмотрим, как с этим испытанием справится команда Огненного Чёрта Болоха. Вот уже вышел тортик, его начали бить. Вот он уже лишился верхушки, но самая опасность не в тортике. Тортик вообще безобидный самый. Он работает как барьер, чтобы защищать двух фараонов тортиков. Вот уже второй слой сломали. А вот и выходят фараоны. Давайте посмотрим, смогут ли они все-таки его убить или уже нет. Вот фараоны уже близко подошли к данной команде. Вот один фараон уже вышел и начал есть Огненный Горхострел. Он уже умер, но забрал с собой Огненный Горхострел. Остается еще один зомби с аркофаги. Уже начал есть Чёрта Болоха. А вот и арбузы пусть скоро начнет есть, а он так и не вышел из своего торта с аркофагой. И в итоге эта команда проиграла в данном раунде. Ну а как с этим справится команда пира горохострела? Если все-таки зомби с аркофаги подойдут слишком близко к этой команде, то пира лоза сможет их подпалить как будто фонарь джет, только без остановки. Палить, 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 палить. Не понял. Вот уже первый слой у тортика сломали эту верхушку. Ну а зомби в саркофагах начали уезжать. Почти не совсем в саркофагах, а в тортике. Вот уже вышли клоуны с тортиком. Веселятся они нафиг. Ну а зомби с тортиками продолжают идти, но их уничтожают. И вот уже один лишился саркофага, а один вообще уничтожил. Ну и вот, они его победили и остается только тортик. Зомби со стулом Предпоследний этап зомби со стулом и зомби с обезьяной. Давайте посмотрим, как с этим справится команда огненного чертополоха. И вот, начали они убивать зомби на стуле, но все-таки они его не убили. Но остается арбуза пульта и чертополох. Они за всех сил пытаются его убить, но все же это поражение. Ну что же, справиться с этим испытанием команда пера горхострел. Инферно сможет легко зомби на стуле отправить назад. Давайте посмотрим. Инферно только сейчас запустился и не смог схватить его. И его начали пожирать, и он почти упустил длинный вихрь, но не успел. Поэтому его не убили. В общем, такая ситуация. Последний раунд, раунд с Гаргантином, который ничего не решает, потому что и так понятно, какая команда выиграет. Но все же, я вот хочу поздравить команду огненного чертополоха, что они хотя бы почти 20 баллов набрали. И если они убьют Гаргантином, то они и наберут их. Ну, давайте пожелаем им удачи и просто молча посмотрим на данную битву. К сожалению, они даже Гаргантином убить не смогли. К сожалению, они даже Гаргантином убить не смогли. Ну и мы можем поздравить команду победителей. Это команда пирогархацелла. Но давайте посмотрим, сможет ли эта команда убить Гаргантином. И я думаю, что ответ да, потому что Инферно будет все время отталкивать Гаргантином. Ничего назад. Давайте просто снова же молча посмотрим. Ну а теперь встречаем победителей второго четверть финала чемпионата по плэнс версу зомби 2. Напишите в комментариях, за какую команду болели вы. И готовьтесь видеть следующие команды, которые сразятся будут команды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА